Сбор у танка в Расторгуеве, а потом дружная команда взрослых и детей отправляется пешком по асфальтовой дорожке. Буквально через сотню метров первая остановка, где собравшиеся с удивлением узнают, что некоторое время шли вдоль границы Российской Федерации. Представительство Монгольской Республики в нашем Расторгуеве. Здесь они на дачу к нам приезжают. Именно поэтому строение, которое расположено за глухим железным забором, жители Видного называют монгольские дачи. Несмотря на то, что протяженность экскурсии небольшая, разного рода достопримечательности встречаются на каждом шагу. На территории нашего Расторгуева есть школа-милиция, в которой производится подготовка младшего состава. Здесь вы видите КПП наше. Проект, в рамках которого состоялась первая бесплатная экскурсия, для всех желающих организована Центральной районной библиотекой и ее филиалами поселения. Идея взялась у нас благодаря нашему краеведческому историко-культурному центру. И проект наш называется «Ключи от Родины». И вот благодаря этому проекту общебиблиотечному, наши все библиотеки участвуют в этом проекте, мы создали такую свою маленькую экскурсию, которая рассказывает людям о наших местных достопримечательностях. В храме Свято-Екатеринского монастыря экскурсионная эстафета перешла отцу Владимиру, который познакомил собравшихся с интересной и трагичной историей монастыря и его жизненным укладом. У царя в Москве родилась дочь. Ну и тогда царь решил дочь свою назвать Екатериной, поскольку великомученица Екатерина ему во сне явилась. А на том месте, где было это явление, он решил устроить монастырь. Арина Максимова пришла на выставку с двумя детьми. Ее семья всего полтора года назад переехала в Видное, и эта экскурсия для них – настоящее откровение. У меня старшая дочь ходит часто в Видновскую библиотеку, она читает очень много книг, и там написано объявление, то, что вот монастырь. Сами мы переехали сюда с Воскресенской, поэтому мы даже не знали, что есть монастырь здесь. Нам стало очень интересно, потому что я считаю, что детей надо развивать всесторонне. Продолжается экскурсия в музее. В отличие от храма, которому почти 340 лет, музей организован всего 7 лет назад. Когда-то он начинался как картинная галерея, но постепенно превратился в краеведческий, в том числе и благодаря местным жителям. Новое помещение сделали, расширили эту экспозицию, она пополняется постоянно. Вот нам приносят новые-новые вещи, ну и мы размещаем, стараемся, чтобы лучше было. Благодаря компактности и небольшой продолжительности экскурсия проходит легко. У каждого остается в памяти что-то особенное. Мы сегодня были в храме, мне очень понравилась сама красота в храме, как расписывали, про что рассказывали нам, это все понравилось. Очень древние вещи были, я узнал. И особенно картины хорошие были. Понравился мне этот музей, вот еще мне понравилось с детишками. Удачному началу проекта рады и организаторы. Я сегодня была просто очень приятно удивлена, когда вот рассчитывали мы, честно говоря, на 15-20 человек. Ну пришло, вы сами видите, какое количество. Вот, и очень хорошо, что и реклама так вот работает у нас, развешенная на остановках, и люди узнают, и интересуются самое главное вот нашими историческими и культурными объектами. Следующая экскурсия будет посвящена истории деревни и станции Расторгуева. Ее также смогут посетить все желающие. Следите за объявлениями на сайте Межпоселенческой библиотеки. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.